В предпраздничной зимней суете редко кто вспоминает о том, как встречали Новый год в Севастополе больше 70 лет назад. В холодных домах, под бомбёжками, в осаждённом городе. Но и тогда дети мечтали о подарках, загадывали желания и наряжали новогоднюю ёлку. В доме музея Севастопольского подполья детворе из 39-й школы показывают фотографии таких же, как они – маленьких помощников взрослых. Только те ребята из прошлого. Они собирают дрова и щепки, чтобы растопить печь, согреться зимним вечером и приготовить пищу. Современную ребятню удивляют, что учиться приходилось в подвалах. Столов и тетрадей не было, писали на ящиках от снарядов, на газетах и старой обёрточной бумаге. А выйти из подземелья на свежий воздух могли только после окончания вражеского налёта. В основе проекта «Новый год» в осаждённом Севастополе история о том, как моряки 8-й бригады морской пехоты, рискуя жизнью, добывали крымские сосны для детского праздника в 1942 году. Для этого им пришлось перейти линию фронта, то есть на территории противника, что это было связано с огромным риском для жизни. И вот моряки 8-й бригады морской пехоты, которую командовал Павел Филиппович Горпищенко, они пошли на это. Раздобыть новогодние ёлки для севастопольской детворы было нелегко. В вылазку на вражескую территорию отправились самые смелые, рассказывают эту историю научный сотрудник Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Анна Селиванова. Они были обнаружены немецкими автоматчиками, и те открыли огонь. Но наши ребята продолжали рубить сосны. Тогда стрельбу прекратили. Решили взять моряков хитростью, окружить в кольцо и уничтожить. Но из этого ничего не вышло, потому что пехотинцы разгадали манёвр врага, сами заняли круговую оборону и вышли из этого боя победителями. Тогда морские пехотинцы уничтожили 8 немецких автоматчиков, взяли пленного и вернулись в часть, нагруженные ёлками, рассказывает Анна Селиванова. За этот подвиг командование объявило им благодарность. Но лучшая награда – детские счастливые улыбки от исполненной мечты. А желания в то время были у ребятни совсем неприхотливые. Чтобы война закончилась, чтобы у них была хорошая жизнь, игрушки. Чтобы они жили счастливо, чтобы наконец-то они не прятались от фашистов, а победили. Дети желали, чтобы город был неразрушенным. Чтобы город отстроили. Чтобы всё было мирно, спокойно. Дети желали, чтобы войны вообще не было. И они гуляли, как мы сейчас, во дворах, в детских парках. Хотели поскорее, чтобы освободили город, украсили ёлки. Юные подпольщики работают тайно. Чтобы перенести детей в обстановку Великой Отечественной войны, звучит музыка военного времени, которую прерывает шум взрывов и артобстрелов. И когда они узнают о том, что пришлось пережить этим детишкам, а потом они как и те, их прабабушки и прадедушки садятся у нас за стол и делают самодельные игрушки, они украшают в дворе самую настоящую ёлку, которая здесь растёт, то впечатления остаются не на один день и не на два дня. А может быть, как у тех, кто встретил в 1942 год Севастополь, у них тоже, может быть, останется на всю жизнь. Современные ребята попробовали сами смастерить новогодние ёлочные украшения. Для этого пригодились бумага и ножницы, получились объёмные снежинки. А вместо шаров – обычные лампочки, которые можно раскрасить красками и, привязав на нитку, повесить на новогоднем дереве. Даже в минуты войны дети загадывают желания и ждут Деда Мороза, пусть и партизанского. «Молодцы не побоялись немцев, нарядили ёлку, и нас вдохновили партизан. И вступающим Новым годом подходите по одному, выбирайте подарочки». Екатерина Коломиец, Виталий Козловский, Севенформбюро.